Итак, я приветствую всех. Сегодня у нас одна из первых встреч в регионе Индия, и я хочу поприветствовать вас всех от нашего фонда Sky World Community. Сегодня у нас первая встреча для наших инвесторов и партнеров. И мы сегодня ответим на ваши вопросы. Мы сегодня хотим познакомить вас с нашей системой правового характера. И надеемся, что это больше усилит у вас уверенность для того, чтобы мы сотрудничали дальше очень слаженно. И надеемся, что мы сотрудничали дальше, чтобы мы сотрудничали дальше, чтобы мы сотрудничали дальше. За последние шесть месяцев регион Индия предоставляет очень хорошие результаты. И, конечно, мы очень бы хотели, чтобы все наши инвесторы и партнеры имели доступ к достоверной информации от прямых источников и, естественно, от членов руководства и наших официальных сотрудников. Я хочу, чтобы все наши партнеры и инвесторы в этом регионе. И мы имели достоверную информацию от членов руководства и от наших официальных сотрудников. Также у нас будет запись этой встречи и впоследствии вы можете своим инвесторам и новым партнерам ее передавать для прослушивания. Как я уже сказала, это первая официальная встреча. И я надеюсь, что мы сегодня запустим очень большую волну работы в этом регионе. Поэтому мы сегодня персонально и лично все члены правления приветствуем вас. И также я хотела бы представить нашего официального сотрудника, который координирует работу в вашем регионе. Мы члены, который в данный период времени координирует работу в регионе Индия. Ее зовут Кат Якобсен. Это наш ответственный сотрудник. И вы можете напрямую ей писать и задавать также ваши вопросы. И все наши последующие мероприятия официальные от компании уже будет организовывать Кат. Поэтому вы можете также помогать ей и обращаться к ней напрямую. Так как мы только начинаем наше сотрудничество, именно системное сотрудничество, я хочу пожелать всем нам, всем нам вместе и вашему региону бурного развития и очень хорошей работы и результатов. Поэтому я надеюсь, что я надеюсь, что мы очень хорошим. У нас хорошее начало, и мы только начинаем развивать, серьезно развивать этот регион. И я могу сказать вам, что вам очень повезло, как партнерам и инвесторам, оказаться в первых рядах. Извините, вы хотите пожелать? Да, что этим людям, которые сейчас пришли к нам сотрудничать как партнеры и как наши инвесторы, что они оказались первыми, кто будет развивать этот регион. И пожелать им успеху, да? Да. И я хочу передать слово нашему следующему члену правления Франтишека Солара, который также начнет отвечать на ваши вопросы. Благодарю вас, и мы не прощаемся. И я хочу сказать, что мы прошли, что мы прошли, как Шриман Франтишек Солар, дико башен денекиле Амандитка Рау, Давы Детеву. Спасибо, Ирина. Добрый день, коллеги. Всем привет. Меня зовут Франтишек Солар. Я являюсь членом правления SkyWorld Community и я радом из Словакии. Я очень рад в возможности присутствовать на сегодняшней встрече с вами, с нашими партнерами из Индии. Как уже моя коллега Ирина сказала, это первая встреча проводится здесь с вами, и я верю, что эта встреча станет основой для эффективного долгосрочного сотрудничества. Сотрудничества. У всех нас есть уникальная возможность поддержать проект, который постепенно изменит жизнь людей, и изменит жизнь многих людей по всему миру. Но не исключая, конечно, и вас, наших партнеров из Индии. Урабко искаме Шамиль Картухи, и они искаме Шарик Бхагидар Манкар. Многие из вас, наверное, знают, что Unitsky Stream Technologies компания ввела значительную деятельность в Индии. Урабко искаме Шарик Бхагидар Манкар. И лично господин Анатолий Едуардович Юницкий, как генеральный директор и главный конструктор компании, был готов лично участвовать и развивать сотрудничество с вашим правительством. Урабко искаме Шарик Бхагидар Манкар. Он был готов лично участвовать и развивать сотрудничество с вашим правительством. Но вот почему мы думаем, что сейчас самое время продолжить эту деятельность и приблизить этот замечательный проект к народу Индии. Настало время, когда необходимо найти лидеров в вашей стране, которые начнут укреплять доверие к этому проекту. И эти лидеры помогут своей стране постепенно строить струнные транспортные системы от компании Юницкий Стринг Технологии. Мы члены руководства SkyWorld Community. Полные решимости оказать вам всю поддержку и помочь вам добиться успеха. Урабко искаме Шарик Бхагидар Манкар. Урабко искаме Шарик Бхагидар Манкар. Теперь позвольте мне ответить на некоторые вопросы, которые вы нам задали. Ураби, я буду отвечать на три ваши вопросы, на другие будут отвечать мои коллеги. Один из вопросов был, как и когда можно получить бонус SkyWay? Я бы хотел немножко объяснить, как вы можете с этим бонусом и где вы можете найти этот бонус. Да, как вы получите этот бонус. В личном кабинете клиента партнерская программа описывается в разделе «Партнеры». В личном кабинете есть кнопка или есть там описание в разделе «Партнеры». Там есть такая кнопка «Партнеры». Как вы видите эту папку «Партнеры»? И там есть «Партнеры»? И программа «Партнеры»? Три уровня. Там будет описание, да я сказал? Да, да. В начальном уровне есть три позиции – партнер, конзултант, лидер. Да, три уровня – партнер, конзултант и лидер. Так же на уровне профи есть три должности – это мастер, эксперт и топ эксперт. И еще можете повторить, какие еще под уровни? Есть там мастер, эксперт и топ эксперт. Эксперт, а топ эксперт. И топ эксперт. Да. А, он ширше, выше шаги, промок выше шаги. И это в высоком уровне, там одна позиция – sky эксперт. Все ваши сотрудники, когда они регистрируют нового клиента, и этот новый клиент делает инвестиции, этот человек, который его регистрировал, получает 15% от его инвестиций. Сколько процентов? Пандрах протешат 5 милега. Далее, процент бонусных выплат зависит от достижения статуса и выплачиваемся максимум до 24 уровня в структуре. Глубины, до 20 чертова глубины, 24. Дальше процента бонусных выплат зависит от достижения такого, какого статуса, и выплачивается максимум до 24 уровня в структуре. До 24 уровня будут выплачиваться доходы? Доходы, разные проценты. Я уведу пример. Вы получаете бонусы на бонусный счет в личном кабинете. На бонусный счет в личном кабинете. Например, если мы посмотрим на позицию эксперта. Эксперт получает 15% бонус для инвестиций в лично зарегистрированного клиента. 15% больше зарегистрированного клиента с его инвестиций. Со второго уровня он получает 7%. С третьего уровня он получает 5%. С четвертого 4%. С пятого уровня он получает 5%. С четвертого уровня он получает 2%. С четвертого уровня он получает 1%. С четвертого уровня он получает 1%. С четвертого уровня он получает 0,5%. Я думаю, что сейчас это ясно. Дальше вопрос. Когда я получу дивиденды? Дивиденды будут выплачиваться ежемесячно или ежеквартально или ежегодно. Пожалуйста, поясните. Когда я получу дивиденды, или они будут выплачиваться ежемесячно или ежеквартально или ежегодно? А как может быть лабханш бьяджмилега в китни аладикибат? То есть может получить любой, кто заключил договор. Да. Да. Грагагагар садасич десне сандхи кия сандхи сампанки узко бьядж ор лабханш бьл сакта хе. Ему нужно, каждому клиенту нужно подписать заявку в личном кабинете. Грагагагу, вектигет какшме неведен кинниче в гастакшер лаганачаи. Как он это сделал, он становился акционером и завладелцем технологии. Конечно, в соответствии с портфелем его акций, сколько акций у него есть? Да, и его акции регистрируются в регистре акции Евразиян Реал Skyway Систем Холмин. И согласно финансовому плану, 20% прибыли кампании будет выплачиваться инвесторам ежегодно. 20% прибыли кампании будет выплачиваться инвесторам ежегодно. Да, и дивиденды будут выплачиваться один раз в год после завершения авдита кампании. После завершения авдита кампании. Будет сделать финансовый авдит. Нужно сделать и после авдита кампания будет знать, какие прибыли она получила. И 20% прибыли будет выплачиваться инвесторам. Мой последний вопрос, на который я буду отвечать. Когда начнется пятнадцатый этап через сколько месяцев или лет? Пятнадцатый этап. Пятнадцатый этап. Чиний законный вопрос, но однозначно на него... Но почему? Я постараюсь уточнить. Все мы знаем, что основная кампания находится на стадии подготовки к СТО, Security Token Offering. Аби хамса блок джанте, ки промок кампании, аби главная кампания находится... Которая будет запущена в ближайшее время. Успех этого действия, это значит объем инвестиций, привлеченных для продажи токенов. Успех этого действия, это значит сколько инвестиций будет привлеченных для продажи этих токенов. Это повлияет на то, когда кампания перейдет от этапа четырнадцать к этапу пятнадцать. И как долго продлится этот пятнадцатый этап? И как долго продлится этот пятнадцатый этап? И другой фактор, который будет влиять на длину этих этапов, это запуска является завершением испытательной трассы высокой скорости. Другая причина будет являться завершением испытательной трассы высокой скоростью. Если у Спарнирбахерки, как спидвей рут самабдхуджанга, спидвей марг, приезж на самабдхуджанге? Да. Испарнирбахерки. Так что с этой точки зрения сейчас сложно установить четкую дату перехода на пятнадцатый этап и его завершение. Испарнирбахерки. Испарнирбахерки. С моей личной точки зрения этот стартовый период, этот стартап период необходимо использовать для создания наших структур. Испарнирбахерки. Структур. Структура. Структуры. Это значит нашу собственную компанию. Это значит нашу собственную компанию? Да, это создать наши собственные компании. Когда я строю мою структуру, это моя собственная компания. Которые мы будем использовать в будущем для поддержки других проектов, которые будут запускаться постепенно. В следующем проекте мы будем использовать в будущем для поддержки других проектов. Спасибо, Андрей, за приведение этого. Спасибо за внимание. Это был последний вопрос, на который я отвечал. Теперь я хотел бы продать пол или слово своему коллеге, члену руководства Skyward Community, доктору Владимиру Маслову. Владимир, stage is yours. В имя доктор Владимир Маслов, шриман доктор Владимир Масловко, бхашан сопна чахтагу. Китакиво апни бхашан де апни вачан правачан каре апна вачан каре. Спасибо, Франтишек, доброе здравие, здравствуйте, уважаемые дорогие коллеги из Индии. Я вас всех приветствую из северной или солнечной Эстонии от Балтийского моря. Я живу и являюсь гражданином этой маленькой, маленького государства. Мы, Аб, Сабико, Эстония, дэш, китаравсе джапар, чё ты дэш, джапар, из Эстонии, приветствую из Эстонии, да? Да, это северная маленькая страна на севере. Ёдэш, ўттар, 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 ўттарме палтаге. Ур, іс дэшсе, іс джагахсэме савіку пранам, кэгна чахтагу, пранам, пракаткартагу. Я надеюсь, что у нас ещё состоится много будущих встреч. Я сегодня отвечу на ряд вопросов, которые были с вашей стороны заданы. Итак, начинаем наше сотрудничество. Мой экран виден? Вы видите, Андрей? Да, да. Спасибо. Вопросы. Значит, когда будет выход на биржу? Первый вопрос. Что на этот счёт можно сказать, я щас вам поясню. Вопросы. А если... Исі... Исі... Прашны пар, ўтар дэтугэме самджана чахтагу. Самджаны чарагу. Самджаны чарагу. Мы, в принципе, выводятся на биржу, выводятся акции проекта, который как бы в результате за которыми стоит большой проект. Я щас поясню, что этот проект из себя представляет. Выводятся акции на этот проект, да? Акции, за которыми стоит проект. Большой проект. Из пар, ёчна, кэлі джетнэби шэйр милэгэ, джетнэби пуджи милэгэ, гам, ісі пар, ёчнэми лагайнгэ. То есть, в этот проект они выводятся? Да. Не в этот, а проект реализуется, а за этим проектом или на его базе это материализация тех средств, которые были вложены в акции или через акции. Ага, и пар, ёчна, пар, ёчна, сакар карты самай сары шэйр лагайджайнгэ. То есть, все выводятся вот эти акции, которые связаны с этим проектом. Из пар, ёчна, санбандиджитнэби шэйр гэ, в ёсаб и в ёвагармэ лагайджайнгэ. Но проект из себя представляет сертификацию технологии инновативной или инновационной технологии инновационного транспорта, сертификация этой технологии и выход на рынок строительства соответствующих транспортных трасс. Это стоит за этим проектом. И транспорт, это пассажирский транспорт с одной стороны, с другой стороны грузовой транспорт со скоростями. Когда мы говорим о пассажирском, это городской транспорт, вот он здесь, и высокоскоростной транспорт. Городской транспорт – это до 150 км в час, высокоскоростной. Городская транспорт – это до 500 км в час. Городская транспорт – это до 120 км в час. Городская транспорт – это до 200 км в час. И грузовой транспорт первоначально был предусмотрен проектом «Юнитрак», то есть это до 2,5 тонн, и «Юнитранс» – это так называемая линия грузовая. Но проект… Городская транспорт – это до 100 км в час. А был еще теперь разработан «Юнитрак», то есть вариант перевозки контейнеров, морских контейнеров. Городская транспорт – это «Юнитрак», «Юнитранс» или «Юниконт». Это все есть проект. И вот с одной стороны надо сертифицировать, то есть получить разрешение строительства, начать строительство и выход на рынок строительства. То есть нужно его сертифицировать, да? Для этого было заложено в первой фазе проекта от первого до пятнадцатого этапа, и мы сейчас находимся уже на четырнадцатом этапе реализации этого проекта. Мы находимся на четырнадцатом этапе реализации. И выход на биржу, если говорить, то это значит, что когда мы выходим, когда все пятнадцать этапов выполнены, начато строительство, то есть выйдя на вторую фазу реализации адресных проектов, то есть строительство. И после этого мы выходим на биржу, и я сейчас объясню, что еще надо сделать. В общем, в последнем фазе реализации адресных проектов, то есть строительство. Самое главное, что должна быть доказана привлекательность проекта самого и акций, что на это есть большой спрос, и этот бизнес безумно хороший. Вот основные предпосылки выхода на биржу. И мы сейчас находимся на 14 этапе. Как мой коллега Солар сказал, что практически осталось выполнить только работы, связанные с этим высокоскоростным, и часть работ, связанных с юниконтом или с перевозкой контейнерных грузов, высокоскоростной и контейнерных грузов. Вот все, что осталось сделать. Есть две работы, если можете еще раз повторить. Это основное, это высокоскоростной транспорт сертифицировать. И второе, это довести до конца, там остались еще работы по перевозке сертификации, именно перевозке контейнерных грузов. И здесь надо... Мы подрежали, они затягивали сроки. Подрядчики из-за карантина опаздывали. Вот, и поэтому, и самое главное, почему сейчас еще 15-м, мы не перешли с 14 на 15-й и не завершили 14-й, это то, что строительство, строительство и оформление землеотвода на 25 километров. То есть очень длинная трасса нужна, и это тоже в Республике Белоруссия, ну скажем так, затормозилось. Но сейчас работы ведутся и в Белоруссии, и в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы эту трассу все-таки построить для сертификации высокоскоростного транспорта. Затормозили, пришлось много подрядчиков менять, переделывать и так далее. И поэтому мы сейчас на 14-м этапе, хотя сроки уже, как бы сместились. Но мы готовимся к переходу на 15-й этап. И вот вопрос, значит, шестой вопрос, что вы можете его зачитать на русском и переведите на индийский. Да, я хотел бы спросить о дате листинга. А листинг, это получается, это... Ну, это листинг, это так называемый, когда вывод на биржу, или это и есть вывод на биржу листинг. Это когда будет о дате вывода на Скайвей на лондонскую фондовую биржу, или это будет выход какой-то другой, или нет. Какой процент листинга? Я сейчас объясню на ответ на этот вопрос. Я сейчас объясню, что листинги тарих, как выводы на лондонскую фондовую биржу. Я сейчас объясню, что листинга, или будет ли выход на биржу, или нет, такого процента листинга. Листинга, это процент, в смысле, прибыли, или что? Нет, нет, процент листинга. Сколько акций будет выведено на биржу? Я сейчас объясню, что листинга будет выведена на биржу. Акции Евразин, Рейлс, Кави, Систент Холлингов. Первого, второго и третьего. Те акции, которые выдаются нам в процессе кредитования проекта. Это те свободные акции, 50% плюс одна акция. Они должны остаться, в каждой компании должны остаться 50% плюс одна акция свободной. Их может быть и больше. Все зависит от того, сколько будет уже, скажем так, отдано инвесторам до этого. Но мы можем сказать, что если мы по теории будем действовать, то 50% минус одна акция в каждой компании уже будут у инвесторов-акционеров, которые кредитовали этот проект. То есть 50% минус одна акция из каждой компании будут к тому времени уже у инвесторов, которые деньги вкладывали в этот проект. Что стоит за этими акциями в этих компаниях? Стоят привилегированные акции Global Transport Investment, то есть компании, которая владеет технологией. Акции B, привилегированные акции GTI, они вложены как акционерный капитал в эти все три компании. То, о чем Франтишек говорил, 20% гарантированно выплаты дивидендов от полученной прибыли GTI. И они как раз находятся, распределены там по-разному, я сейчас не буду досконально по процентам говорить. Фактически это уставной капитал каждой из этой компании имеет вот эти акции. Каждая из этих компаний имеет уставной капитал, чем являются акции B, переданные из GTI. И теперь, возвращаясь обратно к вопросу, я могу сказать, что на биржу выводятся свободные акции, которые остаются после инвестиционного процесса, после того, когда проект подготовлен уже к выводу на биржу. И они как раз выводятся на биржу. Это 50% плюс одна акция из каждой компании, а может быть и больше. Все зависит от того, сколько будет в конце концов реализовано из этих акций. Так, и значит, в зависимости теперь от этого, и по номиналу один доллар, одна акция. Это стоимость, да? Да, номинальная стоимость вывода акций, которые будут выведены. Потому что их номинальная стоимость одна один доллар в каждой акции. Шерка анкит муля эк долларс гей. То есть один доллар стоимость номинальная стоимость каждой акции. Это листинг, листинг будет такой, да. Последний вопрос. В чем разница между СВИК, СВЦ и РСВ? Все компании одно и то же или они разные? Есть разница почему? Я сейчас объясню. САТВА ПРАШНТХА, СВИК, СВЦ, СВЦ, КИБИЧ, КИЯ АБХЕД ХЕ, КИЯ ФАРГ ХЕ? КИЯ САП КОМПАНИЯ ЭК, Джейса ХЕ, Я НАИ ХЕ? АГАР НАИ ХЕ, ТО КИЯ ФАРГ ХЕ, КИЯ АНТР ХЕ, ИН САБИК, КИБИЧ? Как мы уже говорили, есть глобал транспорт инвестмент, который ведет вот этот проект. ГЛОБАЛ ТРАНСПОРТ ИНВЕСТМЕНТ, ДжИТИАЙ. ГЛОБАЛ ТРАНСПОРТ ИНВЕСТМЕНТ, ЧИБИЧ, КИЯ АБХЕ, КИЯ АБХЕ, ВЫПОЛНЯЕТ ЭТОСПОРТОРТАВ? До 25 февраля прошлого года эта компания покупала в лице Андрея Хавратова, частного лица или его компании, покупала у GTI акции. И продажа пакетов обучения, продавала инвесторам, продавала людям, обучала, инвестировала пакеты обучения, а в подарок давала те акции, которые она купила. Или из тех акций, которые она покупала в GTI. Или пакет обучения это какой-то... Ну пакет просто продавала человеку, он покупал обучение и получал акции. То есть за пакетом обучения была скрыта продажа акций. То есть он покупал обучение и вкладывал акции. Не вкладывал, а получал подарок акции. А здесь много юридических слабостей у этой формы. И поэтому и по многим другим причинам деятельность была, или, скажем, отношения между GTI и SWIG в лице Хавратова были прекращены в прошлом году. Но тем не менее, те акции, которые дарились, в конце концов, доводились. До того, что тот, кто инвестировал в покупку пакета обучения, он становился в реестре акционеров, акционерам вот в этих компаниях. Те, кто покупал пакет обучения, они становились акционерами. В конце концов, становились, да. В конце концов, становились акционерами компаний какой-то? Ну, в Евразии на релках обеспечениях колдингов. Те же самые акции, которые мы все покупаем. Ну, тут есть один минус. Чем эта компания или весь это направление отличалась от, скажем, двух других, которых я сейчас коротко тоже скажу? Это то, что подарок осуществленный является, скажем так, действием SWIG. И не дай бог, что-то со SWIG будет, какие-то претензии будут, то могут вернуть и все подарки, которые он выделил. То есть все могут подарки вернуть. Ну, если начнем тот процесс против SWIG, то это вполне возможно юридическое действие. Опасно, а это опасно. Компании SkyWell Community и РСВ действуют или иначе, действуют. Мы обслуживаем инвесторам, обеспечиваем гарантии внесения в реестр этих акционеров. Но инвестор кредитует проект, получает в залог акции. У него есть у кредитора или инвестора есть возможность. Он оформляет, получив залог акции, свою собственность или же остается кредитором. То есть ждет, когда ему могут вернуть этот кредит. Но интереснее-то получить залог себе. Кредитор получается? Он оформляет залог, у него есть возможность выбора. Он забирает залог и становится, в принципе, в реестре акционеров, становится акционером. Забирает кредитор, да? Да, он сначала кредитует. То есть оформлено, договор оформляется между GTI и инвестором, оформляется как договор кредитования с залогом. В начале, ГТИ и инвестором и инвестором и инвестором и инвестором, чтобы не было продажи акции, а через залог осваивается акция. Залог собственности? Да, собственность получает акции скопно через оформление залога. Противути бананы и кебадле, ему что дается в залог? Акции. А, унку шеер дия джата. И поэтому эти две площадки, они занимаются одинаково обслуживанием инвесторов, с одной стороны, оформлением договоров и передачей кредитов GTI. Для проекта, для реализации вот этого проекта. Ур еду компания, не вешаклоки с силами, в ястрех теге, магнерех теге, то есть они как бы обслуживают инвесторов и... Да, и помогают процессу передачи, с одной стороны, денег, с другой стороны, оформления договоров и следят за тем, чтобы в реестр оформлены были те, кто инвестировали, стали акционерами, или приобрели акции, чтобы они были в реестре этих компаний. И, наконец, единственное хочу сказать, что, поскольку, как я уже говорил, что деятельность эта прекращена была, свиговская, связанная с Андреем Хавратовым и со свигом, обе компании, это ЗАО «Струнные технологии» или «Юнический стринг технологии» и «Глобал транспорт инвестмент», написали нам наш ответ, что с ними никаких взаимоотношений не имеется. Со всеми вот этими программами, зачитайте их, вот эта программа «Криптоюнит», «Глобальный инвестиционный портфель», «СРУ», там «пр-пр-пр-пр» и так далее. Никакого отношения ни одна из компаний Skyway не имеет. Skyway компаний, ин, саби, карекрамус, у парокт карекрамус, и, кой, ин, сакой, ленаденанаги, а в кой самбандной, и, кой, наатанаги. Криптоюнит, «Глобальный инвестпортфель», «WCRU», «Эворич», «Криптоюнион», «Новая экономическая эволюция». Ну, то есть, одним словом, целый ряд был создан компаний, так и скажите, с ними никакого отношения проект и компания «Юнитский стринг технологии» не имеет. Да, ин, пуре, сучее, ин, компаньоке, пуре, сучее, джинкесат, гамаре, компани, кой, ленадена, наи, кой, самбанд, наи, гам, инскесат, кой, кам, наи, карты. И «Глобальный транспорт инвестмент», вы видите здесь внизу, который является автором и владельцем вот этого проекта, заявляет, что, значит, не обладает, у него нет ни сведений, и она точно заверяет, что у вот этих всех этих компаний и у Хавратова нигде не имеется, они не участвуют в «Глобальный транспорт инвестмент», эта технология не участвует ни в одном из этих проектов, о которых здесь сверху сказано. «Глобальный транспорт инвестмент инвестментов, компани, инсаби, упорок, карекрамуме, шамель, наи, ой, инкесат, унка, кой, лена, дэна, наи, ункесат, кой, ната, наи, если не участвует, не сотрудничает». Участвует и никак, никаким образом, никуда ничего не вкладывал, ни в свои технологии, ни в свои доли. Я почему так подробно сейчас постарался это рассказать, потому что очень важно именно вот деятельность Андрея Хавратова, была развернута в свое время и в Индии очень активно. И чтобы не попасть под какую-то неправильную информацию, связанную со Скайвеем, с технологией, юнической стрим-технологией, я это сейчас вот пояснил и довел до вас, из каких источников это было сообщено. И все его эти компании, которые он создал. Никакого взаимоотношения нет, и никаким, ну, как бы, никаким боком технология и глобал транспорт инвестмент с ними не связаны. Глобал транспорт инвестмент компаний, он ки сад, он ки карякран уме, на кой париёдж на уме, кой кам на их карте. Я не, он ки сад, кой кам на их карте, на хамаре бич, кой ли наден на нае. Он работал в Индии, да? Ну, их компания, и он там, да, действовал, пропагировал, как бы, якобы он связан с этой технологией. Во Хавратов Андрей Фёдорович Бхаратме бич, а кам карта-тха, если мы учиться, как ябку, вестрит рупсе и сарибат самджал. Таким образом, значит, дорогие друзья, я завершаю своё выступление. Благодарю вас за внимание. Передаю слово коллеге Алексею Зуходоеву, члену управления компании Sky World Community. И надеюсь на следующие встречи. Если и когда у вас будут вопросы, задавайте, задавайте через Кат Якобсом, там, по каким-то другим каналам. Я благодарю переводчика. Спасибо. Из башенку самапт карта-тхуэме, умеет карта-тхуэке, бавишами апплогу китара, все бхи, кои на кои прашн айнге, джин паргам с уттердене ки кошечка ренге. А бхи мэ башен, шлеман Алексей Сухадоев джеку, ги саупна чахтаву. Я не ба ткарнеки, ба ткарнека маука саупна чахтаву. Приветствую вас, дорогие друзья. Очень рад то, что мы сейчас, казалось бы, так далеко находимся от друг друга, но поверьте мне, эта встреча даст мощный толчок к развитию рынка индийского. При досто, мэй саби ку намастэкэхтагу, гамарибич бала фасла, гамарибич бала фасла, гамарибич бала фасла, гамарибич бала фасла. Меня зовут Сухадоев Алексей, я также являюсь членом общего правления Skyway Capital, аббревиатура SWC. И до пандемии нам всем очень много приходилось ездить по разным странам, в том числе мы были с головной компанией как-то на выставке в Индии, об этом я вкратце поведаю сегодня. Но в этом году настало время подумать о стратегии. Мэра нам Сухадоев Алексей, ей разным компанейка, кемпаника пращассян мы и к Сад largopletontoно. Я прошу точнить, вы были в Индии на выставке, да? Да, я об этом чуть попозже скажу. Итак, давайте рассмотрим текущую ситуацию в мире, потому что об этом невозможно говорить. Видите, вообще, на самом деле, сейчас рекорд низкой доходности гособлигаций. То есть это те активы, в которые крупные инвесторы обычно инвестируют. А можно попросить вас покороче говорить, а то я не забываю, что говорить. Хорошо. Поговорим немножко об экономике. Сейчас самая низкая доходность гособлигаций. Об облигациях, да? Гособлигации, то есть облигации государств. Хорошо. Активы государств, в которые обычно инвестируют крупные инвесторы. Также сейчас высокорисковые активы очень активно инвестируют различные, в том числе крупные фонды. Переведите, пожалуйста. Аби, кто инвестирует сейчас? Крупные фонды активно инвестируют в высокорисковые различные активы. Хорошо, давайте эту тему не будем затрагивать, потому что я понимаю, что специфика перевода такая сложная. Президент Байден США подписал на днях финансовое поощрение граждан США на 1,9 триллионов долларов. На 1,9 триллионов долларов. Это финансовое стимулирование, поощрение граждан. На 1,9 триллионов долларов. На слайде написано все замечательно. Я это говорю не просто так, потому что за эти деньги будущим поколениям придется расплачиваться. Либо через налоги, либо через повышение цен. Это произошло не просто так. Так, вследствие пандемии, естественно, разыгрывается серьезный экономический кризис. И давайте подумаем, а какие решения вообще у мировой экономики выйти из подобных ситуаций? С момента начала правления. Продолжение Джо Байдена стало очень важным проблемой изменения климата, проблемой экологичности. В это будут вливаться большие деньги. Экологичность и изменение климата. И в это будут вливаться большие средства от мировой экономики. Буквально за предыдущий год и начало этого года показало очень бурно развивающийся тренд именно транспортной индустрии. Транспортная индустрия. То есть создаются электромобили, электрические автомобили, делаются концепты летательных аппаратов, потому что проблему логистики, доставки продуктов и грузов нужно решать. То есть делать электрические транспортные средства, чтобы решить проблемы логистики. И фактически каждый крупный автопроизводитель сейчас занимается электрическими автомобилями. Хотя два года назад это только-только набирало обороты. Ачкаль, Балесы, 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 Париваган, Нермата. То есть крупный производитель транспорта, да? Как Форд, Лэнд Ровер, Тойота, Шевроле. Да, и они что? Они все начали заниматься производством электрических автомобилей. Ну, на самом деле, это такой промежуточный. Этап, можно сравнить, может быть, кто-то помнит, после смартфонов были пейджеры. В Индии пользовались пейджерами? То есть, на мой взгляд, электромобили – это промежуточный этап, так же, как были пейджеры перед изобретением СМС, мессенджеров. То есть, это промежуточный этап, как между пейджерами и смартфонами. Это сравнение. Электромобиль и что после него будет. Аналогия. В Индии пользовались пейджеры перед изобретением СМС. И как раз таки после электромобилей, по логике, должен появиться самый прорывной, самый лучший, самый экологичный и безопасный транспорт. И это как раз таки технология, в которую мы с вами инвестируем. Это настоящий подарок судьбы. И сейчас многие СМИ пишут об этом, мировые блогеры, как арабские, так и мировые. И в этом году мы много чего интересного увидим еще. Это начало новой транспортной индустрии. Не просто на картинках, а уже созданы подвижные составы. То есть об этом нужно открыто говорить, что технология готовится к выходу на рынок. И вот вы видите один из моих любимых рисунков. То есть сравнение транспорта над землей, автомобильных дорог и железных дорог. Автомобильных дорог, но обычных дорог, железных дорог. И транспорта над землей. Развитие их, да, это показано? Да, да, да. Прогноз. И вот мы с вами по сравнению, вот эти вот линии, это как развитие направлений новых, то есть там телефоны, компьютеры. Еще что-то. И вот мы с вами находимся фактически в самом начале. На стадии очень интересно. И, конечно же, мы как SWC также имеем стратегию развития, как и сама компания, которую мы финансируем. Скайвей капитал компаний, ки уннати, ки барами. Наша миссия стать, сделать финансово независимыми, как минимум 15% населения всего земного шара. То есть это миссия Skyway Capital, как управляющая компания будущая. Сколько процентов? 15%. Пандрах протешат 15% чего? От населения земного шара. От всего населения земного шара сделать финансово независимыми. И мы сделали для вас замечательный инструмент для того, чтобы люди сами к вам шли. Это нет ни в одной компании мира. И мы сделали для вас, чтобы люди к вам шли. Чтобы люди к вам шли, узнавали о продукте и шли с интернета. Это система создания потока людей из интернета через Facebook, через Instagram и другие способы. Состояние потока людей, много людей. Те, которые не знают о проекте до этого. Сейчас есть первая команда, команды, которые работают по этой системе. И мне хотелось бы, чтобы каждый штат Индии имел своего координатора. То есть напишите в чате, сколько у вас штатов. И я сказал, чтобы они написали, а перед этим я немножко упустил. То есть я хотел бы, чтобы... В каждом штате работала эта система. То есть в каждом штате новые люди узнавали о существовании нашей компании. То есть что для этого нужно, чтобы участвовать? Необходимо идеально, хорошо знать наш продукт. То есть та технология, куда идут инвестиции. Юридическая схема. Юридическая схема. Вы будете получать 10-15 новых людей в день. 10-15 людей в день. Будете работать в этой системе, в специальной программной среде. Ну, я не буду говорить, иначе по переводу это будет. Ну, в специальной программе будете работать по этой системе. И будет полное обучение тех, кто пройдет собеседование и пожелает получать новый поток людей. То есть вы пройдете, когда обучение можете других тоже обучать? Нет, я буду проводить обучение только для тех, кто хорошо знает продукт, идеально. И для тех, кто готов следовать правилам и условиям по этой системе. Все, кто работает по этой системе, очень довольны. В Нигерии покрыты все штаты. То есть нет ни одного свободного штата, где бы люди не узнавали о нашем проекте. Все, кто работают по этой системе, очень довольны. И мы готовы вам помочь. То есть причем не нужно будет тратить деньги на телефонные переговоры, потому что у нас своя телефония есть внутри компании. У нас есть все, чтобы работать по этой системе эффективно. Остается только получать контакты, связываться с ними, квалифицировать, обрабатывать и закрывать сделки, растить свои структуры. Чтобы мы могли бы успешно работать по этой программе. Условия участия чисто символические. То есть это 80 долларов оплата аккаунта на 6 месяцев. При положительном результате далее компания за вас оплачивает уже все расходы. Вы не несете никакие расходы на рекламу. То есть это 80 долларов за 6 месяцев. Если вы работаете хорошо, то далее компания платит через 6 месяцев уже за вас. Но вся реклама изначально для тех, кто прошел в эту систему, настраивается бесплатно. Вы не несете никаких затрат. Это вообще нонсенс в любых компаниях MLM и традиционных. Это уникальная ситуация в любых компаниях. И вы как раз находитесь в нужное время, в нужный час в правильной компании. Продвигать наш продукт действительно очень просто, особенно в Индии, так как у вас огромнейшие проблемы с транспортом. И я думаю, что эта система вам очень сильно поможет, и через полгода мы охватим все Штаты Индии. Гамаре каре крам, парчар, прасар, карна, асангэ, картинэ, то есть это легкая система, да? Да, да. И через полгода мы в Индии во всех Штатах будем, да? Во всех Штатах именно по системе работы с новыми людьми, то есть новые люди будут приходить из Интернета. Я про это. Ур, сучтаукки адхисальгузарнаки бат бхаратме хар прадешме адхиксе адхиклогу купатаджальджаяга, из каре крам, кянусаркесе лог, из каре крама, из париоджинаме кесе шамэль гусаки, То есть они узнают эту информацию о том, как можно подключиться к этой программе. Да. Пусть сейчас подумают, поразмыслят, хотят ли они получать 10-15 человек, выполняя минимальные условия, свою структуру для того, чтобы их закрывать на сделке и общаться с ними. Чтобы 10-15 человек приходило в их структуру и чтобы... Да. Им для этого не нужно будет прилагать усилия просто общаться с этими людьми, просто созваниваться с ними, списываться в мессенджере и закрывать на сделку. Вам придется просто... Не придется каких-то особых усилий, просто... Мы все за вас настроим. И на самом деле, когда очень много людей в Индии узнает о существовании проекта, я отвечаю на вопрос, который задавали уже потихоньку, когда в Индию придет проект. И на самом деле, когда все больше и больше людей начнет узнавать о проекте, мы приблизим то время, когда реально уже в Индию придет проект. И когда много людей узнает о существовании проекта... Мы с вами и приблизим как раз реальное воплощение технологии в Индии. Из Кизрия, из приюджника, сакар бананника замана, сакар бананника вакт, наздик Каренги. Это вопрос был от вас, когда Скайвей придет в Индию. Скайвей пытался развиваться в Индии. И были проекты в штате Дхарсам, предполагались проекты, и Дхармсала, Джархант и Дхармсала. Дхармсала и еще какой? Дхармсала и Джархант. 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 Дхармсала дхармсала и лакомы, если проюджники не бханы, ка праясь ватха. Было осуществление, да, попытка осуществления в этих странах. Попытка осуществления. Анатолий Эдуардович, создатель и генеральный конструктор технологии, встретился с Далай-ламой. Из приюджника Банан-Ивала Шриман. Повторите, пожалуйста, имя. Анатолий Эдуардович. Анатолий Эдуардович. Создатель технологии. И Далай-лама благословил технологию. Есть несколько фотографий, где Далай-лама и Анатолий Эдуардович соприкасаются головами. И, как я говорил в начале, компания Skyway Technologies тогда еще называлась. Сейчас ЮЭСТ участвовала на выставке в Индии. И, как я и говорил в начале вебинара, компания Skyway участвовала на выставке в Индии ранее. И ни в одной выставке. И были полные договоренности с министром транспорта. Со многими государственными структурами. Но люди в правительстве иногда меняются. Поэтому, как только некоторые ключевые персоны были сменены, проект нужно было начинать фактически заново. Хотя все договоренности были установлены. Да, не стали актуальны, потому что люди сменились в правительстве. Даже если есть куча самжиоты, абы так жареные, абы куча бадлавая, куча перевартаная самжиоты кенуса. Поэтому компания ЮЭСТ сейчас владелец интеллектуальной собственности GTI и развивается в Арабских Эмиратах. Именно по этой причине это происходит? Компания ЮЭСТ? ЮЭСТ. ЮЭСТ. ЮНИТСКАЙ СТРИН ТЕКНОЛОДЖИС. То есть работает в Эмиратах вместо того, чтобы работать в Индии, да? Нет. Работает в Эмиратах по той причине, что власть в Эмиратах не меняется, люди не меняются. А, если есть удар, то есть, что в Эмиратах мы сейчас говорим, что мы говорим, что мы говорим, что мы говорим. Но вы можете найти в ЮТУБ, и если что, КАТ, либо лидеры вам скажут, как встречали вообще ЮНИТСКОВА в свое время в Индии? Как герои толпы встречали индусов Анатолия Эдуардовича? Но всему свое время и проекты в Индии, конечно же, будут. Проекты по технологии, реальные проекты, конечно же, будут и в Индии. Но не в первую очередь уже после Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и подобных стран. Египта. Ну и других стран. На самом деле стран очень много, но компания о них не говорит намеренно. И замечательный вопрос, крайний будет вопрос моего выступления. Как внести депозит? Как внести депозит, то есть как инвестировать? То есть как пополнить счет в личном кабинете? Либо, так сказать, ранее был сложный способ, сейчас становится все проще и проще через криптовалюту, через площадки, обменники, биржи. То есть различные биржи, обменные пункты. А биржи это, то бишь, что это? Экченж. А, экченж. Это винимая кэндроки двора. Например, Binance. Есть в Индии также криптовалютные биржи. Ну и в принципе многие индусы уже инвестируют. То есть вы можете спросить у них непосредственно у Кат Якобс. Традиционным способом, то есть банковским переводом и тому подобное, тоже можно пополнить счет и инвестировать. Вы можете пополнить банковским счетом, да? Через банковский счет, да. Через банковский счет, да. Аккаунт. Постоянно платежные системы мы находим дополнительные. И если у вас есть предложение, каким образом лучше оплачивать в Индии, тоже скажите, Кат, и она является координатором сейчас, ну грубо говоря, от нас по активности в Индии. То есть в этом плане финансовом также будем делать максимально простыми решениями. Но с течением времени. Не все сразу развивается. Я благодарю вас, дорогие друзья, за столь внимательное. Внимательное отношение к нашему проекту и то, что вы нас выслушали. И большое спасибо Андрею, что перевел столь непростую тему. Мы с вами упастить логусы, а даньяват прокат картагу. То есть вы благодарите, да? Я благодарю за внимание. Давайте на следующий раз договоримся, что через систему, о которой я говорил. Мы запустим хотя бы пять штатов. И в завершение один из слоганов Sky World Community. Мы финансируем будущее и создаем его. Мы финансируем будущее, инвестируем будущее и создаем его. Я хочу сказать, что в нашей компании, Лококти, мы используем бхавиши. Я хочу сказать, что в нашей компании, в нашей компании, мы используем бхавиши. Sky World Community – это та компания, в которой можно работать десятилетиями, потому что еще масса продуктов планируется у нас к развитию и внедрению. Скай вольт комьюнити – это компания, в которой вы можете работать за 200 лет, потому что у нас будет улучшительная работа. Спасибо. Дорогие члены правления, еще будут какие-то слова? Нет, это было все. Нет, все, это завершение, все. Спасибо большое всем. Спасибо. Всего доброго, коллеги, спасибо всем. Всего доброго. Всем счастливо. Большое спасибо, Андрей. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, Андрей. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok